Басамом Сабагом. Я хочу сказать, что мы в Беларуси очень рады, что господин Сабаг совершил свой визит в Беларуси практически сразу после получения приглашения. Мы с ним встретились на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке. И считайте, что это один из результатов наших переговоров в Нью-Йорке. Я очень рад, что месяц только прошел, и он уже гостит в нашей стране. Кроме того, я очень рад, что это первый такой визит страновой моего коллеги за рубеж, и это Беларусь. В общем, все это дает основания полагать, что те заложенные многими поколениями беларусов и сирийцев еще во времена Советского Союза отношения дружбы, взаимовыручки и помощи имеют тенденцию к продолжению. И мы будем всячески, опираясь на это наследие, продолжать развивать свое сотрудничество, свое взаимодействие. Мы подготовили для сирийской делегации очень насыщенную, разноплановую программу работы с акцентом на не только политические контакты, хотя таких тоже будет много, но и на развитие конкретных направлений в торгово-экономической области состоится целый ряд соответствующих переговоров с представителями руководства Беларуси, которые отвечают за развитие торгово-экономических отношений. Делегация сирийская посетит ряд предприятий, которые успешно сотрудничают с сирийской стороной, а также которые хотят сотрудничать с сирийской стороной. Также будет обсужден ряд вопросов усиления нашего сотрудничества и дальнейшего развития в гуманитарной сфере. Хочу сказать, что итоги нашей консультации еще раз подтвердили высокую заинтересованность сторон в развитии отношений друг друга. И чтобы придать более системную основу нашим отношениям между министерствами иностранных дел, мы договорились и сегодня подписываем меморандум, соответствующий между министерствами, который, с одной стороны, упорядочивает, систематизирует механизм регулярных консультаций между министерствами иностранных дел, с другой стороны, создает хорошую широкую повестку по тем вопросам, которые интересуют наши стороны, по которым мы будем проводить соответствующие консультации, и не только по двусторонним вопросам, но и по вопросам международной повестки дня. К слову, хочу сказать, что мы также очень довольны тем уровнем сотрудничества, который у нас есть с сирийской стороной, на всех международных площадках, где мы поддерживаем друг друга при рассмотрении страновых вопросов, либо продвижению наших инициатив. Уверен, что усиление нашего такого сотрудничества, расширение связей, торговли, политических контактов, будет способствовать в том числе и нашему развитию в условиях тех незаконных абсолютно ограничений, которые применяются в отношении Сирии и Белоруссии, значит, так называемым коллективным западом. Вот, как говорит наш президент, санкции – это не только и не столько какие-то ограничения, но это время новых возможностей. И эти возможности мы готовы реализовать вместе с нашими друзьями из Сирии. Поэтому тоже хочу вам, значит, проинформировать, что нами принято совместное заявление о неприемлемости применения односторонних принудительных мер в торговле, включая и поставка гуманитарных грузов, грузов для обеспечения продовольственной безопасности, в отношении спорта, культуры, ну и других сфер международных отношений. Со своей стороны, с учетом высказанного обращения сирийской стороны, мы также четко говорим о том, что мы поддерживаем стремление правительства Сирии расширять партнерские отношения с Шанхайской организацией сотрудничества. Пожалуй, это такое первое наше вот такое заявление уже в качестве полноценного участника Шанхайской организации по сотрудничеству в отношении государства, которое стремится стать членом этой организации в будущем. Через несколько дней мы продолжим более предметный разговор на Евразийской конференции по безопасности, в работе которой также примет участие сирийская делегация. Ну и, конечно, в заключение вот своего заявления для прессы, учитывая, что еще есть несколько дней для реализации сирийской делегации своих задач, хочу пожелать нашим друзьям из Сирии реализации всех намеченных замыслов, установления необходимых контактов с представителями белорусской стороны, ну и, конечно же, насладиться хорошими только впечатлениями от пребывания в нашей стране, вот, от, значит, культуры, я знаю, такой тоже есть элемент программы, значит, гастрономических изысков, это мы уже как Министерство иностранных дел обеспечим, вот, ну и увидеть на собственном примере гостеприимства белорусского народа. Спасибо.